Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. В Румынии недостаточно учебных заведений, преподающих на украинском языке, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Румынии. После встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану, Климкин предложил совместно разрабатывать методику преподавания украинского языка и увеличить количество украинских классов в Румынии. По его словам, для Украины особенно важно, чтобы образование на родном языке могли получить украинцы в Румынии, проживающие вдоль границы. Пока же в стране есть только один украинский лицейн на 60 тысяч учеников. Накануне Павел Климкин обсудил языковую норму нового закона об образовании с главой МИД Венгрии. На Донбассе ранен украинский пограничник. Снайпер боевиков попал ему в плечо, сообщают в Госпогранслужбе. Это произошло на контрольном пункте Марьенко. Раненому оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. В данный момент жизни и здоровью пограничника ничего не угрожает. Боевики продолжают вооруженные провокации. Только за минувшие сутки штаб АТО насчитал 22 обстрела позиций ВСУ. Из них 18 были прицельными. Один военнослужащий получил ранение. Украинских врачей снова не пустили к незаконно задержанному в Россию Павлу Грибу. Уже второй день подряд Василий Притула и Юрий Кучин пытаются попасть в СИЗО, чтобы осмотреть нуждающегося в лечении юношу. Российская сторона продолжает игнорировать письма из Европейского суда по правам человека и обращения украинских госорганов. Как заявил отец Павла, Игорь Гриб, следователь, который ведет дело его сына, отказался от встречи с консулом и врачами. Напомню, накануне украинские врачи в сопровождении дипломатов приехали в Краснодарское СИЗО, чтобы осмотреть Павла Гриба. Сделали это по требованию Европейского суда по правам человека. 19-летний юноша, украденный российской ФСБ, болен и нуждается в лекарствах и должной медпомощи. Ни того, ни другого в СИЗО у него нет вот уже полтора месяца. Подконтрольный Кремлю киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца шестерых крымских татар, задержанных в среду в Бахчисарае. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, все задержанные активисты крымско-татарского движения, в частности, организации «Крымская солидарность». К зданию суда пришли их поддержать более 300 местных жителей. Напомню, в среду утром в Крыму сотрудники ФСБ России провели обыски и задержали 15 крымских татар. Среди них 9 активистов, которые пытались снимать происходящее на видео. К вечеру их оштрафовали более чем на полторы тысячи долларов и отпустили. Шестерых задержанных, у которых провели обыски, обвинили в связях с исламской организацией «Хизбут Тахрир». Она в России отнесена к террористическим. Правозащитники считают, таким образом, оккупационные власти расправляются с теми, кто открыто выступает против аннексии полуострова России. МИД Украины призвал международное сообщество защитить права и свободы жителей крымского полуострова. Российские власти пытаются найти крымских татар, которых можно путем давления психологического, силового, все-таки заставить подписать какие-то бумаги о том, что они признают себя таковыми, что они признаются в каком-то там членстве, организации. И потом показывают эти бумаги мировой общественности, говоря, что мы не боремся здесь с крымскими татарами, с активистами, с украинцами. Вот, посмотрите, эти люди признали, что они экстремисты, они признали это, и поэтому мы боремся здесь с экстремистами. Власти оккупированного Россией Крыма отрапортовали об установке автодорожной арки на мосту через Керченский пролив. Из-за этого Россия перекрыла его для судоходства до 14 октября. Высота арки имеет ограничение по высоте для судов 33 метра над уровнем моря. Лимит по длине 160 метров. Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий считает, что ограничения судоходства противоречат Конвенцию ООН по морскому праву, ведь они приведут к тому, что в Мариупольский морской порт в Азовском море смогут заходить только суда с низкой грузоподъемностью. А это серьезно повлияет на конкурентную способность порта. В августе Россия дважды перекрывала Керченский пролив из-за строительства моста. Восемь сотен курсантов Национальной академии внутренних дел Украины приняли присягу работника полиции. Будущие полицейские со всех регионов Украины. Несколько сотен девушки к торжеству готовились полтора месяца, учились правильно стоять в строю и маршировать. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, уже завершили первый этап формирования нацполиции. Подбору и подготовке кадров уделили особое внимание. Учитесь добросовестно, чтобы в дальнейшем профессионально и честно исполнять свою работу в коллективе нашей 140-тысячной полицейской семьи. И если вам придется предстать перед выбором, задержать правонарушителя, спасти потерпевшего, ни секунды не сомневайтесь. Бросайте все свои дела, делайте свою работу. Именно этому мы будем вас учить. Я с детства занимаюсь спортом, и такой у меня характер, что решил стать именно полицейским, защищать народ, служить своему государству. Музыка, песни и выставка картин известного украинского художника Андрея Антонюка. Именно так главные небесные ворота Украины встречают пассажиров накануне Дня защитника Украины и Покрова. На праздники побывала Алена Клюску. В аэропорту Борисполь звучит музыка. Прибывшие гости сразу же могут познакомиться с одним из символов Украины – бандурой. Сергей Захарец рассказывает, инструмент уникальный и сейчас переживает возрождение. На украинской бандуре играли кабзари, которые исполняли продавний репертуар. Традиционные украинские песни. Я очень рад, что сейчас это всё возрождается, и украинцы вспоминают музыку своих предков. В честь Дня защитника Украины национальная капелла бандуристов имени Григория Майбороды встречает гостей песнями украинской повстанческой армии, сечевых стрельцов и казаков. Большая часть из этих произведений была запрещена или переписана. Всё из-за призывов к независимости Украины. Но в народе эти песни передавались из поколения в поколение, говорит дирижёр капеллы Юрий Курач. Благодаря этому сохранились до наших дней. Это наша история, наша культура. Прекрасные тексты, песни, музыка, которая была написана на фронтах, в окопах, во время борьбы за свободу и независимость Украины. Это и лирические песни, и марши. Такая своеобразная канва, которая переплетается и с лирикой, и с любовью, и с патриотизмом. А благодаря картинам художника Андрея Антонюка все желающие могут увидеть старинные украинские обряды и быт украинцев. В его полотнах сочетаются элементы наивного народного искусства с символикой, экспрессионизмом и эстетикой модерна. Благодаря этому художник передаёт своё видение украинского фольклора. В своём творчестве Андрей Антонюк отошёл от академических приёмов. Он выбрал для себя своего рода мифологических героев. Он отличается от традиционных художников. Его творчество уникально. Каждый музей считает за честь иметь его картины. Симбиоз картин и музыки создали тёплую предпраздничную атмосферу в терминале аэропорта. И многие гости теперь знают, что 14 октября Украина чествует своих защитников. Алёна Клюско, Дмитрий Гришко, UATV. Четвёртая ракетка мира. Украинка Элина Светолина вошла в число претенденток названия «Лучшей теннисистки года» по версии Женской теннисной ассоциации. Она заявлена сразу в нескольких номинациях «Игрок года» и «Прогресс года». Светолина, занимавшая на старте сезона 14 место в рейтинге WTA, смогла взлететь на третью позицию. Это наивысшее достижение в истории украинского тенниса. Конкуренцию харьковчанки в борьбе за звание лучшего игрока 2017 составят первая ракетка мира. Симона Халепа, а также Елена Остапенко, Горбиньо Мугуруса, Каролина Плишкова и Винус Вильямс. Победителей в номинациях определит голосование представителей международных теннисных СМИ. На этом всё. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с UATV. Увидимся через два часа. Субтитры подогнал «Симон»